Всем привет, привет, друзья мои! Как сегодня прошел день, опять сижу дома. Я-то не знаю, я приготовилась, так настроилась, но не получилось. Очень много работы дома, я даже сама не знаю. Иногда злюсь на себя. Почему я вот такая? Запланировали, сегодня сидели с мужем и запланировали кое-как, кое-что куда, кое-куда пойти. Дай Бог, чтобы получилось. Решили устроить себе праздник. Но не буду говорить заранее. Что-то надо менять в жизни, потому что одно и то же уже надоело. Ситуация в Турции с коронавирусом осложнилась. У нас опять субботу сделали. карантинный день. С 21.00 до 5 утра нельзя выходить на улицу. Суббота, воскресенье дома сидеть. и так далее. Праздник начинается сейчас пост мусульманский. Сами знаете, с 12 апреля по 13 мая. С 12 апреля по 13 мая тоже усиленный карантин. куда-то ходить в кафетерии 50%. И то очень следят за этим. Короче говоря, коронавирус гуляет по Турции. не знаю, как, что нас ждет дальше, но я знаю, Италию закрыли у меня подружкой, бизнес-партнер в Италии живет. Она тоже рассказывает. И во многих странах тоже. Киев, Украина. Все позакрывали. Куда мы катимся, друзья мои? Куда? Третья волна, что ли? Как говорили, третья волна, вот она. Пусть Бог нас хранит и помогает, не так ли? Сейчас я, знаете, утром сегодня аж кому пожарила яичницу с уджуком. А сегодня, а сейчас на ужин хочу приготовить что-то очень вкусное. И мне тоже можно покушать. Сейчас покажу, что я готовлю. Включила духовку. Вы сами догадались. Тогда тик-тик-тик слушайте. И покажу, что же я приготовила. Мамыгралась, лаки нету. Мы тоскуем, скучаем. Я уже к небу лезу, все лезу. Некоторые говорят мне, мои друзья, показывай все. Как ты с мужем своим балуешься, резвишься. Ну, куда показывать? Ну, не каждый поймет это. Это же все-таки должно что-то быть сокровенным. Так что, мой муж говорит, сакин, ашкам сакин. Так, мои хорошие, сейчас я приготовлю и покажу вам, что я сегодня решила сделать. Ну, прежде всего, покажу, что я замариновала. Я замариновала курицу, картофель и баклажаны. А также отдельно у меня грибы и перец. Все это я сейчас положу на противень и поставлю в духовку. Соус, как я сделала? Намешала, что было. Тут у меня и перцовая паста. Такой цвет красивый, правда? И соевый соус. И лимон чуть-чуть, пол лимона. Йогурт. Горчица. Я положила горчицу. Соль, приправы. Перец. Посмотрим, что из этого получится, вкусно ли будет или нет. Начинаю. Ну вот, все я выложила на противень. Тут и грибы, и сладкий перец, картофель, баклажаны и сверху курочку. И сейчас поставлю это в духовку. Кстати, полила соусом. Ну вот, что у меня получилось. Жареные грибочки. Только вытащила с духовки. Картошка, подлежан. Идем и кушать. Ну, а здесь, как всегда, красивый салат. Зеленушки много. Уважаемые девочки, мальчики, у нас, у меня сегодня такие новости поступили. Расскажу сейчас вам. Мы сейчас с Ашкемом готовим тарелку из фруктов. Меви табак по-турецки называется. О чем бы я хотела с вами поговорить. Вечером моя подруга позвонила мне. Извините, что я лежу, но наработалась. Заслуживаю полежать сейчас. Вечером моя подруга мне позвонила и сказала, что сейчас Грузия отменила двойное гражданство. Я еще не подавала документы на турецкое гражданство. И я вновь убеждаюсь в том, что все, что идет, идет к лучшему. Если бы я сейчас подала бы документы на гражданство, то мне срочно нужно было выезжать и писать заявление и быть в Грузии два месяца. Она мне прислала и сказала, что наш президент Грузии отменила двойное гражданство. прислала мне сайт там на грузинском. На грузинском мне сложно сейчас все это достоверно читать. Вы сами знаете, на русском, когда читаешь законы, нужно вникать и не всегда мы разбираемся в этом. А на грузинском, когда уже грузины, которые живут долго здесь, забывают, не говоря уже о мне, которая научилась и там в 20 лет начала нормально учить грузинский язык. в школе это преподавали в принципе, но вся страна Грузия разговаривала на русском. И вот потом только тогда у меня было какое-то общение с бабушкой моего первого мужа, которая научила мне в принципе грузинском. Но я его не знала так грамматично. Знала в принципе, но не могла произносить так, как нужно. что хочу сказать вам и мне нужно будет с этим сайтом разобраться, почитать все. Постоянно какие-то новости, что-то новое. Сейчас сказали, что вся Турция еще. Вся красная 70%. Ашкем, коронавирус кач юзды? Турки еды? Чок? Долара. А? Оран-орран луксек. Повысилась очень. Кач? Тридцать две тысячи. Больных вы представляете, было где-то восемнадцать, двенадцать было тогда. Что творится? А еще знаете, что какая есть новость, информация, что моя подруга, когда ездила в Батуми, она сделала коронавирус, тест на коронавирус, заплатила здесь 500 лири, кажется. И когда приехала в Грузию, их посадили на восьмидневный карантин. И сейчас она говорит, что лучше бы она не делала, а приехала бы здесь в Батуми, сделала сразу тест на коронавирус. и могла бы везде передвигаться, а то восемь дней пришлось им сидеть. Вот такие вот новости, друзья мои. И они приехали на автобусе, так что можно доехать и переехать границу на автобусе. И вот она ехала с мужем турком, никаких проблем нет. Кстати, и раньше турки могли находиться на территории Грузии до трех месяцев. сейчас новое постановление, они могут до года находиться там. То есть сколько хотят, столько могут находиться. А те, кто имеет двойное гражданство, чтобы не лишились его, то нужно срочно ехать в Грузию выезжать и писать заявление на то, чтобы не запрос на то, чтобы оставили это грузинское гражданство. Вот я сейчас думаю, оно мне надо, это турецкое гражданство, может мне постоянно семейную прописку делать, а с другой стороны будем решать проблемы по мере их поступления. Очень много появилось еще новых нюансов, так что не будем спешить и поспешно принимать неправильные действия. Ашка, хазырму. Ой, как хочу фрукты, умираю. Сегодня так вкусно покушали, но я не ела картошку, я только поела грибы, курочку и салатик. Так нам не хватает Лаки, сейчас бы Лакуша, сел бы сюда, прыгал бы сюда. Ашка, Лаки возле дымля. Лаки, говорит, за нами совсем не скучает. Он говорит, когда здесь не обращал внимания. Ну все, мои хорошие, сегодня такой у меня домашний блок, очень домашний, очень уютный, так хорошо мне. Я вам желаю всего самого хорошего, мои дорогие. До скорых встреч и до хороших новостей. Всем удачи, терпения, любви, здоровья. Держитесь, мы прорвемся, мы сильны, не так ли? вкуснятину Ашкин приготовил, ням-ням-ням. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. и на все уведомления.